Добрый день! 11.06 в Кирове. Это программа «Дневной разворот». Микрофон у Светланы Занько и наши сегодняшние гости. Наталья Алиева, руководитель Департамента регионального развития Фонда президентских грантов. Наталья, добрый день! Здравствуйте! Я Александр Булдаков, член комиссии по вопросам гражданского общества Общественной палаты Кировской области. Здравствуйте! Мы собираемся по горячим следам. Дело в том, что прошла первая волна конкурсов на президентские гранты, и Кировские НКО вчера, 3 июля, учились грамотно составлять заявки на грантовые конкурсы. Только я не очень поняла из сообщений, которые я прочитала. Это учились те организации, которые уже выиграли, или это те организации, которые на вторую волну президентских грантов подают заявки, Наталья? У нас присутствовали и те некоммерческие организации, точнее их представители, которые стали победителями по итогам первого конкурса. И также присутствовали те, кто участвовали, но не попали в список победителей, и те, кто только собираются подать заявки на второй конкурс в 2017 году, который начнется 16 августа. Много народу собралось? И где прошел семинар? Был у нас порядка 40 человек. Александр меня поправит, если ошибаюсь. И прошло это на площадке одного из ведущих учебных заведений. Вятского государственного университета. В нашем опорном области. За что им большое спасибо в очередной раз. Кто организовывал этот семинар, Александр? Этот семинар организован на общественной палате Кировской области. То есть мы с коллегами связались и, собственно, они любезно согласились приехать и провести этот семинар. И мы понимаем ценность подобных мероприятий, потому что когда президентские гранты только появились, впервые это был 2006 год, и от Кировской области там один от силы два победителя. Это была удручающая, конечно, ситуация. Мы здесь в этой студии тоже об этом много говорили. И только когда на региональном уровне появилось понимание того, что нужно просто объяснить людям технологию, как идею превратить в заявку, какие есть типичные ошибки, и тогда совместно с обществом знаний, с общественной палатой появились первые семинары, которые проводились на региональном уровне. Это был 2013-2014 год. И тогда же мы стали приглашать экспертов из федеральных грантоператоров. Но тогда грантоператоров было много, требования были разные, и наши НКО, конечно, путались, когда они подают, условно говоря, по двум направлениям два грантоператора, здесь одно, там другое. И сейчас, конечно, большое счастье в том, что наконец-то появился единый грантоператор с едиными требованиями, с прозрачными критериями и с электронной формой подачи заявки, о чем Наталья сегодня рассказывала. Вот мы об этом тоже слушателям расскажем, потому что я сама помню, я как-то присутствовала на таком семинаре, обучающем для НКО, нашими силами проводился этот семинар. Я помню, что люди были достаточно растерянны. Было очень сложно воспринимать вообще, в принципе, информацию. Было очень сложно поверить, что можно выиграть в этом гранте. А еще было очень страшно представить себе работу, которая предстоит по отчетности по этим грантам. Но это, наверное, было самое страшное, потому что бумажная работа, волокита, все точки и закорючки, нет ничего, наверное, хуже для хорошего дела, которое вот тут прямо нужно делать. Я вижу в материалах, которые уже вышли по итогам даже вашего приезда, Наталья, что есть серьезные изменения в этом году в подходе к отбору заявок на грантовый конкурс. Вот уже несколько таких особенностей Александр назвал. Во-первых, действительно большое количество операторов исчезло с поля и появился один. Для чего это было сделано? Действительно, в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в апреле текущего года образовался единый оператор. И функция по распределению президентских грантов была возложена на фонд президентских грантов как единого гранта оператора. Здесь надо отметить, что в состав учредителей фонда президентских грантов вошли в том числе и представители прежних грант операторов. Все заявители, вот сейчас мы тоже получаем обратную связь, очень много положительных отзывов, которые касаются как раз-таки более упрощенной форме подачи заявки. Тому, что не нужно большой пакет документов теперь отправлять в Москву. Кто-то отправлял эти документы почтой, кто-то с заказными письмами, которые стоят также недешево. Кто-то лично приезжал подавать заявки, стоя в очередях, которые были достаточно длинными. То есть все это было очень затратно, очень изнуряюще для заявителей. И, конечно, не у всех некоммерческих организаций была возможность доехать до Москвы, либо потратить там достаточно большие средства для того, чтобы такую заявку подготовить и, самое главное, направить, что требовало затрат. Сегодня, благодаря тому, что, так скажем, единое окно входа, то, что отменена опять-таки история бумажная, если можно так назвать, у нас значительно повысилось количество заявок, которые мы получили на конкурс. Количество заявок у нас было 6623 в общей сложности. И это в два раза больше, чем среднее совокупное число заявок по всем гранд-операторам на один конкурс. И в два раза выше, чем среднее количество заявок, опять-таки, суммарно по всем гранд-операторам на один конкурс. То есть это говорит о том, что новая система, она заявителям удобна, что это стимулирует и позволяет удаленным организациям все равно не получили возможность подавать заявку. И на сегодняшний день по итогам подачи заявок на первый конкурс мы увидели, что за исключением Магаданской области абсолютно все субъекты приняли участие в конкурсе. Это тоже беспрецедентный случай. И из 84 субъектов, точнее регионы, в которых выиграла хотя бы одна заявка, их на сегодняшний день по итогам первого конкурса 79. А что случилось с Магаданской областью? Там нет интернета? На самом деле даже из Чукотки. Или вы не доезжаете до туда, консультанты? Даже из Чукотки у нас пришла заявка. Не знаем, с чем связана такая нулевая активность. Типичная для Магаданской области ситуация. И мы сейчас надеемся, что в рамках подготовки ко второму конкурсу, когда мы будем проводить семинары, наподобие такого, как прошел в Кировской области, мы доедем до Магаданской области. Это же очень интересно. Вам придется, наверное, доехать. Или там муниципалитетам и губернаторам Магаданской области придется вас вызвать к себе. Потому что буквально на днях мы обсуждали здесь с Михаилом Курашиным, нашим экспертом по МКО, этот вопрос. После выступления Владимира Владимировича Путина, который четко заявил, что это серьезный критерий работы губернаторов в области. И что при встрече с каждым губернатором он будет продвигать вот эту идею развития НКО. А значит, это будет критерий тоже оценки деятельности губернатора. Если в Магаданской области нет ни одной заявки поданной, то это серьезная история, чтобы задуматься, что происходит с социумом в Магаданской области. А у нас, Александр, в этом году какая ситуация с заявками? Ну, собственно говоря, я, наверное, начну тогда с предоставления. У нас две минуты до перерыва, поэтому давайте прямо скажем, сколько в этом году, а потом будем развивать. В этом году было подано 40 заявок, из них 10 победили. А 40 заявок со всей области или большая часть из города Кирова? Вот, к сожалению, тут географию оценить сложно. Наверное, больше там к Наталье вопрос. Нужно посмотреть победителей. И на сайте эта информация есть, президентскиегранты.рф. Там как список, собственно, всех заявителей, так и список победителей можно отсмотреть. А по областям, интересно, есть такое отделение? Сейчас, пока мы разговариваем, я прямо туда зайду и посмотрю. То есть можно увидеть область Кировскую и посмотреть, кто выиграл, какие проекты и какие суммы. И ознакомиться с их содержанием. И здесь стоит заметить, что совокупно в Кировскую область уйдет почти 13 миллионов президентских грантов. И по соотношению от количества подных заявок к количеству победителей, 14 место из 84 субъектов. Это очень неплохой результат. И я думаю, что это в том числе результат такой системной работы, в том числе и со стороны правительства Кировской области с некоммерческим сектором. Вот это не внезапный, конечно же, результат. О том, как мы к этому результату пришли, несколько слов имеет смысл, конечно, сказать после короткого перерыва. Возвращаемся в студию. Кировские НКО научили грамотно составлять заявки. Можно уже так сказать, не просто научат. Заявки на грантовые конкурсы. Здесь в студии Светлана Занько. Я беседую с Натальей Алиевой, руководителем Департамента регионального фонда развития фонда президентских грантов и Александром Булдаковым, членом комиссии по вопросам гражданского общества общественной палаты Кировской области. Итак, 41 заявка на первую волну президентских грантов из Кировской области поступила. 10 победителей и 13 миллионов рублей, которые выиграли эти победители. Вот я сразу же смотрю здесь немножечко подробностей. Есть определенные условия, на самом деле, по средствам, которые могут быть предоставлены. Например, организации, которые существуют не больше полугода, могут только рассчитывать получить до 500 тысяч рублей. А вообще рекомендуемые суммы для региональных проектов от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Я могу просто пример привести, очень хорошо понятный и известный нашим слушателям, потому что это наши коллеги и партнеры и друзья. Это организация «Дорога и добра», организация «Родители детей и инвалидов», которые за несколько лет вот тоже из таких вот непонимающих совершенно ничего людей, с ужасом смотрящих на это слово «грант» и с ужасом думающих о последствии получения этого гранта, стали практически профессиональными грантополучателями. И слава богу, у них большой сейчас дом, который требует реконструкции, и требуется средство на обучение новых учителей, и целый класс ребят, которые должны пойти нынче в школу, ребят, которые требуются инклюзии, он сможет благодаря этим деньгам в том числе заработать. Вот для примера специально такое сказала. И вот перед перерывом, Наталья, вы отметили такой момент, что такой результат, 14-е место по стране в получении грантов, говорит о том, что была проделана серьезная работа. И эта серьезная работа, Александр, тоже заметили, началась не сейчас, она началась достаточно давно, в 2013 году, когда правительство Кировской области, тогдашнее правительство, поняло, что что-то идет не так. Вроде активисты есть, вроде НКО у нас есть, но масштаб деятельности НКО, вот такой, если кто бы видел, я сейчас показываю маленький такой объем, в том числе и в связи с тем, что нет денежных средств у них на руках, а получать их они не умеют. И что тогда вы сделали? Вы стали приглашать специалистов в Киров, для того, чтобы они проводили эти семинары. Да, действительно, знаете, там, эта проблема, она существовала, наверное, всегда и будет существовать еще долго, когда идея, от идеи до ее описания существует большая пропасть, и уж еще большая пропасть до реализации. То есть все, наверное, знают и видели с горящими глазами молодых, особенно людей, которые говорят, ух, мы тут придумали, вот сейчас мы тут все переделаем. Дальше это нужно описать, изложить, ну и дальше это все нужно сделать. Так вот, таких людей с горящими глазами встречали мы большое количество. Дайте нам денег, они просто говорили, прямо сейчас на стол нам положите. Да, 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 и мы вообще тут все сделаем. И мы, да, будет город сам. Когда мы, общаясь с такими активистами, предлагали им как-то это изложить в какой-то форме, да, это тогда еще был конкурс региональный, грантов, да, где мы, собственно, предварительно общались с возможными заявителями. И ровно такая же история была на федеральных грантах. То есть изложить свою мысль таким образом, чтобы человек, эксперт, арбитр, да, который эту информацию там слышит впервые, об этой организации слышит впервые, смог сложить реальное впечатление о том, что она может сделать. Потому что существует, к сожалению, такая проблема, когда там кто-то думает, ну мы же известная организация, она же и так там все знают, ну, наверное, как бы. Но эксперт-то в Москве откуда знает о том, что сам искать будет. То есть все, что он видит, это то, что написано в заявке, ну или то, что он там найдет в открытых источниках. И тогда мы приняли решение о том, что нужно объяснить представителям НКО методологию подготовки этой заявки, целевой подход, проектный подход, что есть не просто там ваша деятельность какая-то хорошая, а обязательно должна быть трансформация какой-то жизненной среды до и после. То есть не просто вы делаете хорошее дело, а вы трансформируете какую-то объективную реальность от того, что было до и того, что стало после. Но элементарно не могут описать задачи и цели проекта, да, и механизм их достижения. Да, да знаете, там просто вот простой пример. Когда человек идет, у него болит голова, он идет в аптеку, он ведь туда идет не за таблеткой. Он идет, чтобы у него голова перестала болеть, а уж там таблетка, там капсула, еще там уколы. Ну ведь, Александр, вспоминайте, со скрипом, в общем-то, шло такое общение с НКО. Конечно, то есть и когда мы начали им объяснять, что вот вы должны рассказывать об образе будущего, который вы создаете и об инструментах, которые... Вы прямо как президентская администрация сейчас говорите, да, которая велит нашим губернаторам будущим создавать образ будущего. Это хорошо? Ну, ну, на самом деле там... А НКОшников и стали учить их уже 4 года назад. Конечно, конечно, конечно. И когда... и сначала вы когда объясняете образ этого будущего, а потом говорите об инструментах, которые позволят этого достичь, ну, это сразу там четко и понятно. Далее мы объясняли, ну, эксперты приглашенные объясняли, как составлять бюджет, что не надо там ничего раздувать, не надо там ничего придумывать, напишем побольше, вырежут поменьше. Пишите все по-честному, как есть. Всегда понятно, если где-то вы там пытаетесь зарплату, пишите там, что эксперт у нас приглашенный стоит 100 тысяч рублей, тогда объясните, что это за эксперт и почему он стоит 100 тысяч рублей. Или, как Наталья прекрасно рассказала вчера, что если вы, одна организация пишет, что у нее сайт стоит 100 тысяч рублей, а у другой 15, тогда объясните, чем ваш сайт отличается от того там надо. И уже после первого года этой работы у нас количество победителей возросло с 4 до 12. И, собственно, далее там было 9 победителей, да, сейчас вот 10, собственно. То есть мы держим этот уровень, да, и рассчитываем, что сейчас семинары, подобные вчерашнему, и вообще, как бы, вот эта система информационной открытости фонда, она позволит больше, позволит, ну, что ли, развить большее доверие к этому институту грантовой поддержки. И те, НКО, которые даже раньше, собственно говоря, никогда в этом не участвовали, примут участие и, собственно говоря, получат эти гранты. Я, между тем, тихонечко захожу на сайт президентскиегранты.рф. Точно, вот прям так латиницей вбивайте, если что, параллельно вместе со мной, кто нас слушает. Кириллицей, кириллицей. Кириллицей, все верно, да, все верно. Русскими буквами. И передаю слово Наталье. Да, я хотела обратить внимание относительно прозрачности, и темы по России больше дадут меньше. В этом году фонд президентских грантов ввел очень интересную такую норму, то есть фонд не секвестирует бюджет по итогам рассмотрения заявок. То есть если среди наших уважаемых слушателей есть представители некоммерческих организаций, которые подавали заявки в предыдущие годы на получение президентских грантов и выигрывали, то наверняка знакомы с такой ситуацией, что гранты-операторы по итогам проведения конкурса имели возможность сократить бюджет проекта. То есть тот, который организация подавала, предварительно рассчитав, собственно, свои затраты на достижение тех целей, которые они заявили. И гранты-операторы имели возможность сократить объем этих средств, но оставить целевые показатели, которые организация должна была достигнуть. И это довольно-таки якобальные условия. И генеральный директор фонда Илья Владимирович Чукалин, он очень жесткую позицию занял относительно того, что это делать нельзя. Потому что это совершенно несправедливо, когда организация с наименьшими средствами, которые она запрашивает, должна достичь тех же показателей, которые были изначально. Поэтому сегодня, почему мы обращаем внимание на то, что важно заранее просчитывать бюджет и реалистично его описывать, потому что секвестра не будет. И если эксперт проекта заявку, каждую заявку рассматривает минимум два эксперта, в случае полярных оценок назначается третий эксперт. Если эксперт увидел необоснованные затраты, необоснованные, как бы не расшифрованные, непонятные для него затраты, он в целом бюджет проекта оценит низко. И заявка в целом получит невысокий балл. И вот это очень важно. То есть здесь, с одной стороны, мы минимизируем риски для тех организаторов, которые впоследствии получат президентский грант, и не зажимаем их в какие-то, не ставим их в какие-то неудобные условия, но в то же время просим заранее просчитывать те затраты и писать реалистичные затраты, чтобы у экспертов было четкое понимание, для чего и на какие цели пойдут средства, которые организация запрашивает у фонда президентский грант. Ну, это все, на самом деле, приводит лишь к одному, к более глубокому сознанию той миссии и той цели, которую люди перед собой ставят, затевая вообще всю эту историю с проектами НКО. И это совершенно правильно. Давайте мы еще несколько моментов новых, которые появились в этом году, с вами отметим. Напоминаю, что у нас единый теперь оператор. Второе. Заявки можно в электронном виде подавать. Они есть, эта форма у нас. И не только можно. А только в электронном виде. Да, бумажные заявки. А только в электронном виде. И это все есть на сайте президентскиегранты.рф. Мы уходим на рекламу. Две минуты, и мы снова в студии. Продолжаем разговор. Теперь сама заявка, ее форма и количество документов, которые прилагаются. Вы говорите, тоже упростились. Да, значительно упростились. В рамках первого конкурса необходимо было предоставить всего два документа. Это отсканированную версию действующего устава организации. И второй – это выписка из Югрейл. Теперь ее не нужно получать физически. Не нужно приходить в налоговую, получать справку. И достаточно скачать сайт Федеральной налоговой службы. Со второго конкурса и даже выписку из Югрейл мы отменяем. И для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно будет, собственно, только приложить отсканированную версию устава организации. И, собственно, все. Все остальные данные фонд, наладив взаимоотношения со всеми институтами, которые имеют такие данные о некоммерческих организациях, фонд эту информацию получит самостоятельно. То есть порядка 146 заявок не допущено было до экспертизы, ввиду как раз того, что организация приложила неправильную выписку из Югрейл или она была взята до начала конкурса. И, соответственно, чтобы и такие риски сократить и создать более комфортные условия для заявителей, и эту выписку мы будем тоже сами запрашивать, и это заявителю не нужно будет делать. То есть один документ, всего один документ для подачи заявки на конкурс. Устав. Устав. И, кроме того, еще очень важный момент, вот я тоже смотрю уже отчеты по вашему посещению, потому что вы говорили, это, на мой взгляд, очень важно. Это срок реализации проекта. Всегда тоже стоит вопрос, уложишься, не уложишься в срок, и что делать с деньгами, если не уложился, возвращать, не возвращать. Увеличивается срок. Да. Это касалось первого конкурса. Срок реализации проектов действительно был увеличен до 15 месяцев. И те грантополучатели, которые будут реализовать проекты, то есть их проекты могут быть рассчитаны до 15 месяцев. Раньше срок реализации проектов не мог превышать один год. Но для второго конкурса, ввиду того, что у фонда тоже есть определенные обязательства перед управдилами президента Российской Федерации, мы также отчитываемся за те средства, которые распределили в рамках конкурса. Срок реализации проектов в рамках второго конкурса не будет превышать 12 месяцев, потому как начало реализации этих проектов не сентябрь, а декабрь. А окончание реализации проектов для первого и для второго конкурса, то есть крайняя дата, это 30 ноября. На следующий год, вероятнее всего, для первого конкурса срок реализации проектов также будет больше, чем 12 месяцев. А сколько вообще сейчас осталось волн так называемых президентских грантов? А было ведь 4, кажется. Было 4. Было 4, но как сказать, что-то упрощается, что-то систематизируется. И, наверное, две, если можно так сказать, волны – это то, к чему сможет привыкнуть некоммерческий сектор. И в то же время, если вдруг в первом конкурсе что-то там не получилось, можно будет доделать и подать заявку на второй конкурс. И здесь, опять-таки, такая периодичность связана с тем, чтобы и для заявителей было более понятно, как все это реализуется. И для экспертов проекта тоже был такой понятный режим, не голопом по Европам, а чтобы была возможность тщательно взвешенно все проекты рассматривать, а не делать это в 4 волны быстрее-быстрее и гнаться за количеством, а не за качеством. То есть 2 волны всего. 2 волны, да. И это нужно сделать летом. Сейчас, да, то есть получается до 29 сентября. То есть заявки принимаются в полтора месяца. Вторая волна еще. Да, поэтому. Вы тут говорите, Наталья, что 35 заявок поступают в последний день приема. Не 35. Процентов. 35 процентов заявок. Да, более 2000 заявок поступило в последний день. Вот несмотря на то, что фонд рекомендует настоятельно, рекомендует не подавать заявки в последний день, ну, наверное, вот этот русский авось, да, который... У нас также, Александр, да? ...с которого не уйдешь. Было совершенно аналогично. Я помню, что, значит, Олег Юрьевич Ткачев, когда подавал свою заявку, перепрыгивал через турникет в правительстве, чтобы... Это самый опытный наш англошник. Он перепрыгивал через турникет, чтобы... И в итоге принес две, свою подал, значит... А нашу нет, на право на творчество. А вторую, которую принес, не успел. И мы не имели права принять у него. Так и было. Я бы участвовала в этом процессе, потому что мы вместе с Олегом на право на творчество тогда подавались. Я помню, прекрасный тоже детский проект. Нельзя. Так нельзя делать. Объясню, почему нельзя. Потому что срок регистрации заявок, которые поступают, материалов, доконкурсных материалов, составляет пять рабочих дней. И отличие, опять-таки, от предыдущих конкурсов в том, что по итогам окончания срока приема заявок ничего в заявке исправить нельзя. И даже если фонд выявит какие-то замечания, то, собственно, времени на то, чтобы исправить какие-то недочеты, не будет. Потому что система закрывается. И как бы ни хотели наши добрые гранд-менеджеры помочь заявителям все-таки подать заявку, они не смогут этого сделать физически. Потому что доступа к личному кабинету у гранд-получателя не будет. И ничего, к сожалению, мы сделать не сможем. Но, несмотря на все наши убеждения, разговоры, все равно больше двух тысяч заявок было подано в последний день. И процент отклоненных как раз-таки по не соответствует требованиям положения конкурса, он, соответственно, в этот день оказался выше всего. Потому что все это делалось бегом-бегом, быстрее-быстрее. И мне мои даже знакомые звонили, говорят, Наташа, ну что там за три часа до окончания срока приема заявок. То есть примерно в 8 вечера, в 23.30 уже мы завершили прием заявок 31 мая. Она даже, ну что, мы сейчас успеем? Я говорю, конечно, не успеем. И даже пытаться не нужно, потому что качество заявки будет такое, что ни один эксперт ее высоко не оценит. Потому что за три часа грамотно написать проект просто невозможно с той формой заявки, которая сейчас есть. То есть мы всегда ориентируем заявителей рассказывать о проекте так, вот как будто вы рассказываете о нем незнакомому человеку. И стараться описать все нюансы, особенно касающиеся календарного плана. И более того, я даже прошу представителей организации заявителей рассматривать этот раздел не как календарный план, а как план подготовки и реализации проекта. Чтобы эксперту, который будет смотреть заявку, было максимально понятно, какие же этапы предшествуют к ключевым мероприятиям проекта. И, собственно, есть ли понимание у заявителя о том, какая подготовка потребуется для реализации проекта и для достижения тех показателей, которые были указаны в заявке. Я сейчас на сайте президентскиегранты.рф пытаюсь отсортировать по региону победителей. У меня пока не получается, не знаю, что тут зависает сайт. Может быть, все смотрят сейчас свои регионы для отчета. Вполне возможно. Я хочу, кстати говоря, вернуться к Владимиру Владимировичу Путину, который вот буквально тут приедет на днях чуть не завтра в город Киров. И который точно будет спрашивать, что у вас тут с НКО и что у вас тут с местными инициативами и народным бюджетированием и все прочее. Потому что это такой тренд. О нем заявлено, сказано, что это должно развиваться, поддерживаться. И люди должны становиться хозяевами и во своих дворах, и в своих городах, и в своей стране. Так вот, он же сказал, что заниматься развитием НКО, помощью НКО должны профессионалы. В каждом регионе должны профессионалы. Вот что касается президентского гранта, я понимаю. Там целая структура. Там есть люди, которые патронируют, которые обучают, которые помогают, которые отчетность составляют и прочее, прочее, прочее. А что у нас сейчас в Кировской области? Вы сказали, Александр, что общественная палата пригласила Наталью для проведения семинаров. Да, конечно. То есть, ну, собственно говоря, там у нас в Комиссии по развитию гражданского общества как раз присутствует больше всего это сами руководители некоммерческих организаций. Ну и, собственно, я эту Комиссию выбрал так, как в бытность своей работы в правительстве области курировал эту сферу и, собственно, не мог поступить иначе. Что касается самой работы правительства, в частности, Министерства внутренней политики, ну, даже тогда, когда этим занимались мы, да, мы этим занимались, но не совсем правильно, чтобы, ну, грубо говоря, там чиновники сами учили, условно говоря, там НКО, как им там правильно работать, жить и чем заниматься. Да, задача органов государственного управления – это организовать процесс, привлечь экспертов, создать площадки, там что-то еще, что-то еще, но не самим, как бы, бегать, значит, там, как бы с лопатой. Как, знаете, у нас там управление по делам молодежи там раньше само проводило и лагеря, и, значит, и чтец, и женец, и надуде-игрец, хотя это можно просто заниматься менеджментом этого процесса. Так и сейчас, собственно говоря, ожидание общественной палаты заключается в том, чтобы правительство выступало менеджером этого процесса, чтобы привлекало экспертов, создавало, собственно говоря, там какие-то, не знаю, дискуссионные площадки на эту тему, чтобы, в конце концов, каким-то образом можно было оценить эффективность реализации этих проектов. Потому что эти документы, особенно там, как это было раньше, они от победителя к гранд-оператору, как бы, летают отчеты, там, деньги и так далее, да, а региональный уровень, региональное сообщество не понимает, как бы, сделан проект, не сделан проект, никто, собственно, не спрашивал раньше. Мне даже Михаил Курашин, о котором я уже говорил, называл фамилию ответственного лица в правительстве нынче, который занимается вот НКО и прочими делами. Но я ее не могу сейчас воспроизвести, я ее просто не помню. Просто не было здесь человека в этой студии, я с ним не поговорила и не запомнила. Кто-то есть, кто отвечает. Но по факту выполняет эти функции, я имею в виду работу с НКО, сейчас общественная палата, правильно я понимаю? Есть министр внутренней политики, то есть... Господин Бикетов. То есть в структуре ничего не поменялось. В структуре ничего не поменялось, есть, собственно говоря, все те же штатные единицы, да. Я не говорю, что не выполняются функции взаимодействия с НКО. Я говорю о том, что правительству меньше нужно ходить своими ногами, до каждой организации не дойдешь, там есть, собственно... Они не ходят, я вам секрет открою, своими ногами до организации. Вы, Александр, мне скажите, пресловутые ресурсные центры, да, которые вот занимаются всеми этими гражданскими вещами, они могут располагаться где угодно. Это может быть правительство как центр, это может быть общественная палата или что-то еще. У нас общественная палата сейчас концентрирует, да, этих людей. По большей части, да. И это может быть и неплохо. Неплохо, но все-таки общественная палата, это знаете, как вот... Там есть много представителей достаточно ярких, да, но ресурсный центр, чем отличается, допустим, общественная палата? То, что там есть, это все-таки организация, есть какой-то внутренний регламент работы, окно входа там, черный ящик, окно выхода и так далее. То есть вот на профессиональный уровень должен все-таки быть выведен этот процесс. Это профессиональный уровень. Общественная палата, это знаете, как бы есть желание у какого-то... Хочу-прихожу, не хочу-не прихожу. Хочу-делаю, хочу-не... Есть желание у членной палаты чем-то заняться, он занимается. Нет желания, не занимается. Нет, как бы, такой там системы, которая бы... И никто нас не заставит, правда, Александр, заниматься общественными желаниями. Все как бы на голом энтузиазме. Это так и есть, конечно. Ресурсный центр, если бы он был, там все равно было бы какой-то KPI его действия. Хорошо он поработал или плохо, можно было бы как-то оценить. А здесь, собственно говоря, пригласили мы Наталью, хорошо. Не пригласили бы, но никто бы, наверное... А вот хороший вопрос, кстати, к Наталье. Наталья, а в последнее время, когда этот тренд взят, он, кстати, ведь свежий совсем. И Владимир Владимирович не очень давно обозначил очень жестко и четко позицию, что вот обязательно правительство должно этим заниматься. Губернаторы должны быть в курсе и знать. Как сейчас у нас в регионах ситуация с ресурсными центрами складывается? Как в правительствах со специалистами, которые занимаются некоммерческим сектором? Нам пока сложно говорить о аналитике, о какой-то в целом по стране, ввиду того, что мы существуем-то всего там, да, с конца марта этого года. Фонд существует как юридическое лицо. Но в планах, ввиду того, что фонд – это не только оператор президентских грантов, но и институт развития некоммерческого сектора, в ближайшей перспективе такая аналитика нами будет собрана. И, собственно, начнется работа по деятельности фонда президентских грантов как институт развития. То есть мы как раз будем взаимодействовать с ресурсными центрами, и такие запросы уже есть. То есть есть ресурсные центры активные, которые сами выходят с инициативой, научить нас, учить других людей подавать заявки. Есть регионы, сейчас не буду там называть, да, которые не так активны. А передовые регионы в этом смысле у нас какие? Передовые регионы, мы их сейчас можем отследить как раз по соотношению количества поданных заявок. Это показатель. По соотношению количества проектов, которые победили в рамках конкурса. И вот первые такие тройка лидеров, да, это Красноярский край, у них из 116 заявок 43 победителя, и они практически 49 миллионов рублей забирают к себе в регион. Хабаровский край, да, у них 13 победителей из 38 подных заявок, и порядка 22 миллионов они получат по итогам первого конкурса. Архангельская область, 17 проектов из 50, почти 32 миллиона рублей, точнее чуть более 32 миллионов, это вот первая тройка победителей. Ну и есть регионы, которые мы видим, да, там ноль заявок вообще не пришло. Из Магаданской области. Да, и мы понимаем, вот по крайней мере, сегодня руководитель департамента регионального развития и генеральный директор фонда Лея Владимир Чукалин ставит тоже такую задачу, что мы должны активнее как фонд, как институт развития отрабатывать с теми регионами, в том числе от которых заявок пришло небольшое количество, и с теми регионами, у которых соотношение там количества поданных заявок к количеству выигравших, оно также невелико. То есть мы понимаем, что с проектным менеджментом там, значит, дела обстоят не очень хорошо, и в целом с верой, наверное, некоммерческого сектора в том, что президентские гранты можно выиграть. Две проблемы. Либо вообще активность очень низкая, либо веры нет в то, что можно получить средства и стать победителями. То есть мы должны вот эти две задачи стараться решать в сотрудничестве с региональными правительствами для того, чтобы все-таки у нас появлялось больше качественных проектов, и больше жителей страны являлись благополучателями по итогам реализации проекта, потому что проектов очень много интересных, очень много важных проектов. Я, кстати, открыла кировские проекты, они наконец-то у меня появились здесь на страничке. Их можно прямо даже перечислить. Школа креативно-инициативного волонтера. Это Кировская областная молодежная общественная организация по развитию социальной общественности ЮКОНа. Например, все не буду, естественно, читать. Детский казачий центр имени Суворова, благотворительный фонд возрождения. Мы все свои. Ленинская районная организация, Кировская областная организация, общероссийская общественная организация. Боже мой, да что ж такое всероссийское общество инвалида, сколько много слов. Ну и содействие и помощь автономно-некоммерческая организация, Центр общественных технологий, гражданская миссия. Котунка сказок в музее-заповеднике Рябова. То есть не только все патриотические какие-то моменты, но и культура тоже есть, да, что не может не радовать. И вот уже организация Дорога Добра, о которой я говорила, она тоже свой грант получила. Наталья, один коротенький просто вопрос. За время пребывания в Кирове вам удалось встретиться с правительством, с ответственными лицами? Или вы только с палатой и с грантополучателями встречались? Мы встречались только с представителями некоммерческих организаций, да, и с общественной палатой. С правительством вчера не встречались. Но правительство занято сейчас подготовкой встречи Владимира Владимировича Путина. Однако им придется говорить об НКО тоже на этой встрече. Я хочу сказать, что для тех организаций, которые только собираются подать заявку и сомневаются, есть ли шансы получить или нет шансов получить. И хочу сказать, что порядка 83% организаций, 810 из 970 ранее не являлись получателями президентских грантов. То есть те организации, которые первый раз получили президентские гранты. То есть это соотношение, стоит-не стоит, можно или не можно, вот вам яркий показатель, 83% организаций никогда ранее не получали президентские гранты. Прекрасно. У нас заканчивается программа. То есть в этом году еще успевают на вторую волну подать заявки. Раз. Во-вторых, отправляем всех на сайт президентские гранты.рф, где есть инструкция подробная и форма заявки. Напоминаем, что минимизировано количество документов, которые нужно прилагать, фактически устав. Все остальное – это серьезное описание вашего проекта, которое покорит сердца комиссии. Я имею в виду, что не в художественном смысле, а все-таки четкое и ясное по делу. И третье – если есть вопросы относительно грантов, то можно обращаться в общественную палату, и там есть ответственный человек – Александр Булдаков, член комиссии по вопросам гражданского общества, общественной палаты Кировской области. Вот он сегодня был у нас в гостях. Да, Салья Оксана? Конечно. Также можно звонить в фонд президентских грантов. Мы активно взаимодействуем с заявителями. 24 рабочих дня по подсчетам нашим мы проговорили с заявителями относительно разъяснений того, как же принимать честь. Можно звонить в центр. Телефон на сайте президентскиегранты.рф есть. Я благодарю наших гостей – Александра Булдакова и Наталью Алиева, руководителя департамента регионального развития фонда президентских грантов. Ну и пусть Кировский НКО еще больше грантов в следующем году получит. Правда же? В этом году в следующем конкурсе. В этом году в следующем конкурсе реализует свои проекты. Спасибо всем. Светлана Занько вела сегодня первую часть дневного разворота. В следующем часе будет культпоход.